Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и бро, сразу же, просто сразу же, бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду, ведь придёт время, и Суприм-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. И на днях я вспомнил о замечательной игре Гаррис Мод, которую пару лет назад я играл почти каждый день, мне захотелось снова в неё сыграть. К сожалению, Стима у меня не было, поэтому я скачал пиратку, игра скачалась около двух часов, а после установления я увидел, что на рабочем столе было два ярлыка Гаррис Мод. Обычный Гаррис Мод, жуткий, кровавый, как смерть, Рип Гаррис Мод. Уже только от самого ярлыка мне становилось плохо, мне было очень страшно, я минут 10 сидел и просто смотрел на тот ярлык, после чего игра запустилась сама. В тот момент у меня чуть ли не стало сердце, и открылось главное меню, от этого меню у меня пробежали мурашки по коже, оно выглядело устрашающе. В верхнем левом углу была иконка игры, она была окровавленная и страшная, а рядом была надпись, Рип Гаррис Мод, что в переводе означает покойся с миром Гаррис Мод. Ниже было только два режима, смерть и жестокая смерть. Особо выбора у меня не было, поэтому я выбрал первое, и открыли сервера. Слева меню было искокожено, буквы были в разбросе, и что-то прочитать было невозможно, а сервер был лишь один, под названием Твоя Смерть. Пинг сервера был соответствующий, 666.666.666. Снова эти адские числа, которые меня переследуют всю жизнь. Я выбрал сервер и началась загрузка игры, за этим было жутко наблюдать, на фоне играла жуткая музыка. Кто-то играл на скрипке, вы бы знали, насколько страшно было услышать это ночью. И тут загрузилась игра. Да, этот ужасный звук. Я пытался чем дальше отдойти от этих игроков, чтобы не слышать этого ужасного звука. В игре была очень странная графика, она была какая-то недорисованная. И это выглядело жутко, особенно ночью, когда я играл. Небо было фиолетовое, как будто это был не наш мир. Я всю игру не мог убежать от этих ужасных звуков. Я подбежал к донатам, чтобы посмотреть, что там есть интересное. И там можно было купить лишь одно. Смерть за 0 рублей. Рисковать я не стал, поэтому просто выключил донаты и продолжил играть. За мной бежали эти страшные существа, с их нечеловеческими голосами. И один мне сказал. Ты попался, дурак. Зашел в игру, значит не хочешь жить. Я не понял, что он имел ввиду и просто убежал от него подальше. Я убегал от этих страшных звуков. Хоть у игроков и были выключены микрофоны, но звук все равно продолжал идти. А снять наушники я не мог, потому что мало ли кто-то еще что-то скажет важное. Я прибежал в какой-то странный переулок. Там стоял какой-то парень. Похоже, он тоже застрял в этой игре. Он рассказал мне свою историю. Я просто играл. И случайно наткнулся на этот сервер. Я уже два года не могу отсюда выйти. Здесь не люди, а самое темное зло. Беги. 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 Я пытался спросить, как он здесь оказался, но он просто убежал. Я побежал за ним, но он просто исчез. После я побежал на какую-то крышу и открыл меню сервера. Там были показаны игроки. Но писалось, что онлайн игрок только один. И это был я. Но как же те все, кто бегал за мной? В списке игроков были странные имена и странные ранги этих игроков. Киран-убийца. Киран-убийца. Син-исповедник. Немчил-мясник. И другие. Но в самом низу было самое ужасное. Игрок под именем Триточки. Иранг. Твоя смерть. Это было написано мелким шрифтом. От этого меня кинуло в жар. Я быстро зашел в предметы. Может там что-то продавалось интересное в этом сервере. Но там был лишь череп козы. Который стоял за облачную сумму. На самом деле это самые ужасные. Потому что это череп козы. Ассоциируется с черепом дьявола. Я слышал, что звуки приближаются. Поэтому мне нужно было убегать. Но как только я закрыл магазин. На экране начало происходить что-то странное. Все начало раздваиваться. И плыть по экрану. Как будто я терял сознание. После чего мне было показано, что мне дали бан. Но время бана длилось очень медленно. В этот момент мой компьютер просто выключился. И больше не включался. Это была последняя игра, которую я включил на нем. Теперь мне нужен новый компьютер. На этом все, бро. С тобой Сергея Онис поставила. Тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. И мотивирует. И бро, если мы на этом видео наберем 5000 лайков. То я найду еще такие игры. Или же они сами меня найдут. Также, бро, смотри прошлое видео. Из-за которого я теперь не ночую дома. Вот отрывки из того видео. Я конечно ни на что не намекаю. Но что-то мне подсказывает, что я тут была кукла. Она реально плачет кровавыми слезами. Там очень страшно. Поэтому, если ты посмотрел это видео, то ты достоин увидеть то видео. Я уверен, что тебе оно понравится. Там очень страшно. Также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь там выходят очень страшные и крутые фотографии. Я уверен, что тебе понравится. Поэтому подписывайся, если не боишься. А если боишься, то просто пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да. Из 666 человек я отвечу именно тебе. И также, бро, подписывайся на мой канал. Чтобы вступить в мою супрем банду. Ведь придет время, супрем банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok